Привет, друзья! Снова вы на канале Витал Вейс. С вами Виталий Пескун. Похожие сюжеты уже были на моем телевидении, на моем канале, но телевидение Днепро ТВ или ТВ Днепр, точно не знаю как, позвонили мне и в преддверии Дня Победы. Хотят снять те локации, которые были засняты, попали в операторскую камеру в далеком 43-м году, когда наш город был освобожден. За мной уже приехали. Мы с вами проедем 4 интересные точки, которые попали, попали именно в ту локацию 43-го года. Познакомьтесь, Никита. Привет, Никита. Добрый день. Он будет освещать тему 9 мая и мы выезжаем по, как там, кино, действуем по вновь утвержденному плану. Начинаю действовать без шума и пыли по вновь утвержденному плану. Поехали. Так, друзья, ну, первую локацию мы прибыли, это наш ЖД вокзал. Пока ребята вот готовятся, пока ребята готовятся, я пару слов вам про наш железнодорожный вокзал. Вот такой вид он приобрел уже в 1951 году. В Днепропетровску открылся новый вокзал. С народы открытия вокзалу и двух собородных бедных. Вокзал, с художник за проектом гауреата Сталинской премии архитекта Радушкина, изначается простотою и монументальностью. А в 1954 или 1956, не помню, появились подземные переходы к поездам. Виталий, ну, давайте, наверное, начнем с того, что вокзал, это, ну, не зря выбран вокзал первой локации, потому что Днепр, Днепропетровск начинается всегда с вокзала. Сюда приезжают туристы, сюда приезжают после длительных путешествий. Как выглядел Днепропетровск во время оккупации немецко-фашистских? И все-таки, как он изменился после? Ну, Никита, если ты знаешь, смотришь мой канал, ты, наверное, видел, у меня есть хроника, немецкая хроника, в том числе и 1941 года. И у нас есть вот хроника, которую сейчас мы покажем нашим зрителям, это уже хроника 43-го года, когда только год-год освободили наш город. А если точнее быть, это даже ноябрь 43-го года. То есть, ты знаешь, наш город освободили 25-го октября, это, ну, знаковый день для нашего города 43-го года. А это уже ноябрьские съемки. Ты видишь, суточные кассы увидят наши зрители, да, увидят центральный фасад. Фасад, конечно, не тот такой фасад, который мы видим сейчас. Он приобрел в 1951 году, была обновлена фасадка, такой, который вы видите сейчас. А в 43-м году здесь было, конечно же, иначе. Вы видите площадь, возвращаются жители мирные в город, вы видите вот эту бабушку, ребенок там с колозочкой, да, катер. Вот это вот все было, да, в 43-й год. Сильно вокзал пострадал во время пребывания немцев в городе? Ну, Никита, мы с тобой чуть позже, наверное, перейдем все-таки на обратную сторону вокзала. Но мы и фасад можем видеть, да, такие разрушенные. А если посмотреть еще обратную сторону, то мы видим, конечно же, что вокзал пострадал, в принципе, сильно. Вы тут мнение о том, что вот некоторых историков, о том, что вокзал стоял в другом месте, это только уже, когда его начали реконструировать, его подвинули. Насколько это правдивая информация? Я скажу мягко. Не буду говорить правдивое, неправдивое. Пускай те историки, те историки предоставят документы. Это я мягко отвечу. Пускай предоставят документы, фотографии, что у нас вокзал стоял не на этом месте. И дальше будем обсуждать. Так что ты понял мой ответ. Мне предлагаю все-таки посмотреть, как он выглядит. Вокзалу, с лицевой стороны. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Аппарат надо увеличить. Не, не видно ничего. Поднялся по переходному мостику. Вы видите, вот он вокзал. Мы становимся с ребятами примерно на ту же локацию, откуда в 43-м году оператор снимал эти кадры. Конечно, немножко отличается. Сейчас я вам поставлю, вы все посмотрите, как это выглядело в 43-м. И были съемки, конечно же, вот с перона, примерно с четвертой платформы. Но вот этих вот крыш-то не было. И вокзал просматривался, обратная сторона фасада просматривалась хорошо. А сейчас, конечно, все закрывает. Так, друзья, едем на следующую локацию. Мы находимся на месте расстрела 500 мирных граждан в период оккупации 41-43-го года. Но хочу сказать для зрителей, это не единственное место расстрела мирных граждан в период немецко-фашистской оккупации города Днепропетровска. У нас также находятся расстрельные места, назовем их так, возле Свято-Тихвинского женского мостаря было расстреляно 30 тысяч военнопленных, включая, когда колонну вели, и женщин, и детей, всех в колонну вталкивали. Вы можете увидеть это по памятнику. Также у нас расстреляно на улице Янгеля, там было расстреляно 20 тысяч. Был вырыт противотанковый ров, и все тела были сброшены туда. Также парк Гагарина, там было расстреляно 10 тысяч евреев. Конечно, там памятник стоит жертвам, по-моему, фашизма, мирного населения, что-то такое. Но это были евреи. Их вот ЦУМа дали аж туда, и там расстреляли краснополстанческой балке. Также у нас есть расстрельное место, которое было еще в других местах. Ну, об этом, конечно, можно сделать целое отдельное видео. Друзья, вот это место, где было расстреляно. Вот, я уже все рассказал, ребятам. Сейчас мы едем с вами уже на другую. Это Горный институт. Сейчас он называется Национальный техничный университет Днепровська политехника. Вы знаете, мне больше нравилось Горный. Тем более, я думаю, что не стоило его переименовывать, потому что все-таки Горный институт, у него огромнейшая, огромнейшая история. Это самое старое учебное заведение еще со времен Екатерины Славы. Это потому, я не думаю, что его надо было в политеху. Еще была, помните, горная школа. Итак, ладно. Смотрите, вот он, Горный институт. Во время оккупации он не был, в общем-то, сильно разрушен, но практически все двери, все лудки, все стекла, все было выбито, и все было сгоревшее. Вот. Ну, ходит такая, ну, я бы сказал, легенда, что, когда он горел, кто-то крикнул, книги горят, и все ринулись в здание выносить книги. Сейчас вы увидите эту гору книг, которую вынесли, и вот здесь, на этой же аллейке, она и была заскладирована. Есть кадр, где разрушенное здание, это с какой-то другой стороны, какой-то из этих зданий снято. Там, у нас, Нидит, покажи, пожалуйста. Повернул. Я так не могу объяснить. Как перекресток, со стороны книг был кадр, перекресток какой-то. Нет. Ладно. А вот это, это что? Ягратор идет оттуда, и переходит прямо-прямо. Это угловое оттуда, вот это здание. Вот это, ну да? Вот так он повернул. Ладно, покажи мне. А слева на хава. Кость, вы поняли, ребята? Оператор снял вот эту гору, уже от поли, от горного, вот сюда развернуло, вот это обугленное здание. На Петровку. Бывший брянский завод. Поехали. Так, друзья, ну, пока мы будем ехать с вами на Петровку, я вам, наверное, немножко все-таки порассказываю. Видите, славянский. На месте него когда-то был автовокзал. А вы помните, что автовокзал был на вот этой Сталинке, когда-то я еще маленький помню. Так, друзья, как я сказал, пока мы доедем на Петровку с вами, я вам немножко покажу город, порассказываю. Вот, с ребятами я вас познакомлю. Видите, это Костя, оператор, не бортовые. Это Леонид. А это самый главный. Видите, впереди ездит и не хочет оглянуться. Это Никита. Да. И водитель наш Владимир. Так, что, о, вокзал, проехали. Ну, ладно. Я вам потом о нем расскажу. Это мы выехали с вами на проспект Калинина, бывший. Ныне Нигояна. Так, вот там у нас вдалеке, видите, там тоже мемориал есть погибшим воинам. Так, друзья, это у нас ДК Ильича. Очень старой постройки. 1929 года постройки. Сейчас он приобретает второе, так сказать, жизнь, дыхание. И это радует. Проехали мы с вами бронеплатформу. Она стоит, знаете, какая песня? Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Это к тому, да. Платформа была изготовлена на заводе Ленина рабочими и поставлена там. Так, сейчас мы с вами едем. Вот это здание, которое красивенькое, видите, это дом аптекаря. Не помню, как его фамилия. Уже подзабыл. Так, слева у нас, походу, вторая рабочая больница. Кстати, вот там вверху вы можете наблюдать, там есть поликлиника второй рабочей больницы, очень интересное здание, старое, он назывался дом здравоохранения, или как-то, короче, там целый дворец. А это у нас Днепропетровский будильник, органной, камерной музыки. Вы видите, точную дату постройки, запамятовал, сказать, сейчас наимагу. Едем дальше. А вот, друзья, мы уже и поворачиваем к нашей проходной, легендарного, брянского, ранее, потом завода имени Петровского. Вы знаете, я вам скажу, в комментариях к моему видео писали такие, ну, то ли шутливые, но такие, говорят, йоли-пали, он в 43-м году лучше выглядел, чем сейчас. Понимаете? Вот мы с вами прибыли сюда. Сейчас посмотрим. Это центральная проходная завода Петровского. Вы видите, она, конечно же, в очень плачевном состоянии, она уже не функционирует. Обратите внимание на верхнюю часть. Там стояло когда-то две скульптуры. Ну, скажем так, они не дожили, конечно же, до наших времен. На хронике 43-го вы хорошо увидите, как она изначально выглядела, в общем-то. А сейчас, друзья, мы с вами поедем на перекресток улицы Чкалова и Короленко. Вы увидите уникальный кадр. Он, правда, непродолжительный всего-то секунд 10, но он уникальный на фоне красивейшей Сталинки по проекту нашего знаменитого архитектора Красносельского. Поехали! Друзья, это перекресток Чкалова-Кароленко. Сталинка. Вы видите вот эту красивую Сталинку. Она была построена в 1937 году. Обратите внимание над колоннами. Видите балкончики? Над колоннами. Вот там когда-то на этих постаментах стояло 4 летчика, 4 скульптуры. Это было в архитектуре заложено. Кстати, это Сталинка нашего знаменитого архитектора Красносельского, который и жил, кстати, на этой улице. Номер 14 дома. Все это Сталинка пережила и оккупацию. А 91-й год не пережила. Исчезли куда-то эти самые скульптурки. Так вот, я вам ставлю уникальный кадр. Здесь, конечно, ремонтные работы. Вот трамвайная колея. Этот перекресток попал в уникальный кадр во время оккупации 41-го года. Трамвайчик едет на фоне этого самого Сталинки. Смотрите. На этом я заканчиваю свой видеообзор. Со мной сегодня участвовали видео Костя супероператор, Леня оператор от Бога, Никита Непро ТВ самый главный в этой группе сегодня был и кто нас возил за бесплатно. Володя. Ну что, друзья, на этом все. Если понравилось, ставьте класс, делитесь этим видео со своими друзьями. С вами был Виталий Пескун, канал Витал Вэй и канал Непро ТВ. Рекомендую. Подпишись. Жми на колокольчик прямо сейчас. Пока, друзья. До свидания. Все.